Мне кажется, что за последние годы у нас общество очень быстрыми темпами развивается, очень активно развивается. Посмотрите, возникло огромное количество организаций, групп, которые отстаивают, занимаются какими-то очень понятными, конкретными темами. И очень многими людьми это поддерживается, потому что темы близкие. Например, кто-то занимается инклюзией, кто-то занимается тем, чтобы редкие лекарства доходили до больных детей, кто-то занимается городскими проблемами, экологическими, тюрьмами, образованием, темой домашнего насилия, поиск пропавших. Но в чем основная проблема? Что все эти группы тоже не представлены. Они во области не представлены. Они не могут решать необходимые проблемы, которые возникают в их сфере. И самое интересное, что они таких представителей не могут найти среди партий, потому что партии, мне кажется, сейчас мертвы. Это не те образования, которые поддерживаются людьми. Люди правильно очень социологам говорят, что мы партиям не доверяем? Ну, правильно, они не доверяют, потому что партии их не представляют. А вот эти организации, они более жизнеспособны. И поэтому, мне кажется, сейчас нужно ставить вот такой вопрос, чтобы вот эти организации, те, которые живые, уже возникли, чтобы они были представлены все-таки. И поэтому гражданское общество, мне кажется, должно поставить задачу. Общественники должны пойти во власть. Да, вот эти все конкретные люди заняты конкретными-конкретными вопросами. Посмотрите, у нас уже был вот кейс Ньюта Фидермессер. В чем была проблема? Проблема была в том, что ее выдвинул Кремль, и все ее выдвижение превратилось в какой-то зашквар. Это все неправильно, потому что, на самом деле, такие люди, как Ньюта Фидермессер, их должно быть много. Должно быть много Ньют, которые должны быть выдвинуты во власть, чтобы решать проблемы конкретно вот этих несчастных детей, хосписов, экологии, чего угодно, да? Понимаете? То есть не Кремль должен выдвигать Ньют, а мы сами. Мы сами должны выдвигать таких людей. И самая здесь важная проблема, о которой я уже говорила, что вот эти все организации, они вот такие говорят, нет, мы вне политики, мы вне политики, нет, 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 мы этим не занимаемся. Послушайте, но если вы не занимаетесь политикой, значит, вы не решите свои проблемы никогда. Если не будет ваших представителей в законодательной власти, у вас никогда не будет закона, который вам нужен, и все законы будут против вас. Если ваших представителей не будет на муниципальном уровне, на городском, вы не решите никогда ваши проблемы, вы уплетесь в потолок. Мне кажется, что сейчас вот они как раз и вырастают до такого момента, эти организации, когда они понимают, что не имея своих представителей в области, они не могут решить проблем. Поэтому основная задача сказать сейчас всем общественникам, друзья мои, не надо бояться политики, это обман. Обман, когда вы говорите, мы вне политики, мы не занимаемся. Политика – это отстаивание конкретных интересов людей, конкретных больных детей, конкретных экологических проблем, конкретных людей, которые сидят в тюрьме, конкретных людей, которые протестуют против проблем в образовании. Это все конкретные люди. Вот вы их и должны представлять во власти. И не надо бояться, что власть – это что-то грязное, противное. Нет, не надо этого бояться. Поэтому мне кажется, что вот выход сейчас, самый ближайший, это убедить вот эти все группы. Очень конкретный пример. Вот с шиесов. Конкретный пример. Снизу вырос протест, снизу выросло людское движение, которое имело, скажем так, во многом экологический характер. Но они доросли до того, чтобы выдвигать своих представителей во власть. И ничего страшного, что в этот раз человек не выиграл выборы и вообще не был допущен. Не будет все сразу. Нужно идти и пробивать, и пробивать это дно. Потому что людям нужны не оппозиционеры какие-то просто. Что такое оппозиционеры? Я не понимаю, что это такое. Я понимаю, если человек представляет мои интересы. Людям нужны те, кто представляет их конкретные интересы. Вот огромное число людей в Москве сейчас, женщины в основном, протестуют против дистанционного образования школьников от 6 до 11 класса. Окей. Они сразу уперлись в то, что никто их не представляет. Нету во власти никого, кто бы сказал, да, ребята, есть проблемы. Так и со всеми, со всеми проблемами. Поэтому очень простой вывод. Общественники должны идти во власть. Не Кремль должен выдвигать, а мы с вами, друзья мои.